До начала отопительного сезона, а остается совсем мало времени, в регионах завершаются подготовительные работы. Например, в модернизацию Степногорской ТЭЦ направили свыше 7 миллиардов тенге, ремонт там должны завершить до конца сентября. Но чтобы холода не застали жители Степногорска врасплох, готовность местной ТЭЦ сегодня проверил лично премьер-министр. Улжас Бегтена находится в регионе с рабочей поездкой, подробности знает Аслан Абуталипов. Степногорская ТЭЦ обеспечивает теплом свыше 300 многоквартирных домов и около 50 социальных объектов. Энергобъект каждый год проходит модернизацию. В этом году здесь отремонтировали 4 турбины и продолжается реконструкция котлогрегатов. Это позволит снизить износ до 61%. На этот год у нас запланировано 7 миллиардов 400, но из них 3 миллиарда это внесенные средства учредителя. Мы выполнили запланированные все текущие ремонты котлов и трубин. На данный момент находится в капремонте турбогенератор номер 5 и котлоагрегат номер 6-7. Премьер-министр проверил состояние ТЭЦ и ознакомился с готовностью региона к предстоящему отопительному сезону. Глава Кабмина заявил, что по поручению президента будет разработан проект по модернизации коммунальной инфраструктуры страны. Благодаря этому должно улучшиться состояние теплоисточников и сетей. По порядку 10 триллионов тенге требуется инвестиций. Это различные за счет тарифа, средств субъектов, естественных монополий, бюджетные средства, естественные, заемные средства. То есть все это в комплексе уже большая работа будет проводиться. И от всех ответственный подход, и от собственников, и от местных властей. Также Олжас Бектенов посетил Степногорский горно-химический комбинат. Предприятие занимается переработкой ураносодержащего сырья. Только в прошлом году здесь произвели свыше полутора тысяч тонн урановой продукции. Но это не предел. Комбинат намерен увеличить мощность выпуска до 6 тысяч тонн урана в год. Олжас Бектенов обсудил с коллективом предприятия вопросы строительства АЭС в стране. Горники заявили, что поддерживают инициативы по развитию атомной энергетики. Учитывая, что промышленный сектор сейчас стремительно развивается. И у нас существует некий дефицит в энергетике. С учетом того, что устаревая технология однозначно требует модернизации, обеспечения стратегической безопасности и независимости от этого сектора. Поэтому общее мнение строительства в атомной инстанции нам необходимо. Если будем строить, то будем строить по стандарту 3+. Это самый высокий стандарт. То есть там реактивная и пассивная система безопасности на высочайшем уровне. И это даст возможность экономике развиваться в стране в целом. Глава Кабмина побывал и на других градообразующих предприятиях Степногорска. На встрече с коллективами Олжас Бектенов подчеркнул о важности улучшения условий труда, повышения заработных плат и других инструментах социальной поддержки. Потом следующий год будет годом рабочих профессий. Тоже очень большая работа предстоит. И нам, как правительству, в плане подготовки кадров. Но сюда, то есть, и социальная защита рабочих людей. Потому что рабочий человек – это главный человек в стране, в счет которого все делается. Вся промышленность, производство, любая сфера – это все. Самая главная основа – это труд человеческого. В селе Маншук Целиноградского района премьер-министр посетил новую молочно-товарную ферму на полторы тысячи голов скота и ознакомился с ходом уборочных работ в регионе. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар.